Мышечная неинвазивная опухоль рака мочевого пузыря Мышечная неинвазивная опухоль рака мочевого пузыря В данном гистологическом заключении вас больше ничего не смущает? Смущает отсутствие low-grade, high-grade информации Вопрос, а мышечный слой не описан в гистологическом заключении? Да, мышечный слой тоже не описан Безусловно, это самое главное, чего здесь не хватает. В общем-то, есть МРТ-довая операция, есть выполнена турбиопсия, есть заключение ортолиального рака, но по боли действительно нет информации по мышечным условиям. Да, верное замечание. Здесь не продемонстрировано. То есть именно это является показанием для ретуры, правильно мы говорим сейчас? Верно, да. Пациентки, собственно, дальше ретур и провели. В мае 2020 года, в июне, извините, тур Second Look, два экзофитных образования, у него в итоге удалено выше устья правого мочеточника, G2, high-grade, мышечный слой, интактен, здесь уже описано, PT1. Через месяц, там 4-6 недель, тур Second Look пациентки провели, и там все нормально, никаких проблем не выявлено. Принято решение о проведении БЦЖ-терапии. Провели 6 курсов индукционно. Контрольное обследование в октябре 2020 года, спустя 3 месяца, цитология, мочевизи, мочевого пузыря показывает, что никаких проблем, данных за рецидивы пациентки не выявлено. Предложите дальнейшую тактику лечения, наблюдения или продолжить лечение. Наше мнение, что пациентке требуется курс поддерживающей терапии БЦЖ после индукционного, соответственно, курса. В каком режиме вы предложите поддерживающую БЦЖ-терапию? Три года. Более подробно, каждые 3 месяца пациент будет приходить на 3 введения в течение 3 недель подряд. А как часто обследовать будете пациентку на фоне этого лечения? На фоне этого лечения пациентке будет выполняться цистоскопия в течение первых 2 лет раз в 3 месяца. Если все нормально, то последующий 3-4-5 год раз в полгода. С 6-го года раз в год цистоскопия также. А мочевых методов никаких не будете проводить? Мультипараметрическая МРТ малого таза. Как часто? То точно так же. Ну, по рекомендациям это так. В реалиях, как будет получаться, в идеале так же, как и цистоскопия. Первые 2 года раз в 3 месяца, 3-4-5 раз в полгода. То есть, согласно рекомендациям, МРТ каждые 3 месяца, ну, я не знаю, какие рекомендации вы имеете в виду? НССН вот только что смотрели. МРТ каждые 3 месяца? Лучевые методы исследования, да. КТ, МРТ в зависимости от того, что Центр может предложить? Покажите, пожалуйста, на материную. Да, я хорошо подойду, покажу. Ну, я считаю, что МРТ, как раз, это делать не нужно. Цистоскопия, безусловно, первые 2 года каждые 3 месяца, ежепартально. Но что касается МРТ, то по большому счету раз в год этого вполне достаточно. Хотя, чистота МРТ исследований при немощном наземном раке, ну, скажем так, она такая, под вопросом, под некоторым, как, с какой периодичностью ее нужно выполнять. Но мы обычно выполняем, там, раз в год рекомендуем это делать. Даже если по цистоскопии все чисто, все равно раз в год будет рекомендуем. Ну, если было Т1, если хайгрейд, то да, как бы лучше иногда, ну, раз в год это делать, да. Здесь информация не представлена, а какие Вы знаете нежелательные явления на фоне БЦЖ-терапии у пациентов? Ну, местные реакции могут быть, это цистит, из системных повышения температуры. Это то, что вот на личном опыте я сталкивался у пациентов. Ну, туберкулез никто не исключает, хотя лично я с этим не сталкивался у пациентов. А диаскин-тест как часто будете делать? В идеале это делать перед каждым новым введением на фоне поддерживающего курса. В реальной практике мы это выполняем либо раз в год, либо раз в полгода. В обновленных инструкциях к препарату, если мы говорим про отечественный препарат, то там диаскин-тест нужно выполнять. Если мы говорим про зарубежные вакцины БЦЖ-МИДАК, по-моему, по пересмотру анализа, они, в принципе, перед назначением БЦЖ-МИДАК не рекомендуют уже выполнять диаскин-тест. Мы обычно выполняем перед началом модерепузырной иммунотерапии. И все, и в следующем не выполняем. Только индукционного, я понял. Маленький вопрос по поводу цитологии мочи. В рамках спонсернования, которые не делаются, ваше предупреждение? По рекомендациям МНССН сейчас смотрели, там все точно так же по поводу трех месяцев. Первые два года раз в три месяца, третий, четвертый, пятый раз в полгода, с шестого года раз в год. В наших реалиях мы на фоне, ваш вопрос именно на фоне БЦЖ-терапии вы имеете в виду? Или вообще в принципе? В рамках наблюдения наш опыт, мы это крайне редко применяем. На дооперационном уровне все мы абсолютно это смотрим и в послеоперационном периоде. В рамках уже наблюдения пациента БЦЖ и так далее не применяем. А как часто ваша тактика меняется в зависимости от полученного результата цитологии мочи? Я сейчас затрудняюсь конкретно ответить, но действительно бывает, это играет роль на самом деле. Давайте я отвечу. Мы, потому что достаточно регулярно используем цитологию мочи. У нас хорошие цитологи, с одной стороны. И да, действительно у нас были случаи, когда мы не имели клинически выявленные опухоли мочевого пузыря, но по цитологии получали, обычно это раз в три месяца, трехкратный забор анализ мочи на цитологию. Пациент должен знать. И в случае выявления в трех последовательных, ну при одной госпитализации в трех последовательных заборах мочи опухолевых клеток, типичной АТПИ, мы назначали внутрипузырную, ну в частности у нас больная была, которая прошла уже БЦЖ с поддерживающим курсом, и мы назначили ей курс химиотерапии гемцетабином, что в общем-то, ну сейчас на данный момент у нас мы не получили рецидива, но и сейчас как бы цитология мочи тоже отрицательна. Пациентки назначили с октября по сентябрь 2021 года поддерживающий курс БЦЖ-терапии, ежеквартально пациентки выполнялись обследования регулярные. Январь 2022 года у пациентки появились жалобы на тянущие боли в левой подвздошной области, пациентки выполнили компьютерную томографию общей органов брюшной полости, заброшенного пространства контрастно, в нижней трети левого мочеточника выявлено образование 16 на 17 мм. Предложите дальнейшую тактику введения пациента. Резекция мочеточника, радикальная цистектомия с определением деривации мочеварианта или химио-лучевая терапия. Вот, и требуется определить дальнейшую тактику лечения. Как бы вы поступили, если бы вы получили такую ситуацию? Мы бы попробовали выполнить в первую очередь биопсию этого образования. Да, здесь еще, кстати, интересный момент, что пациентка получала БЦЖ-терапию. И интересно, можно ли это трактовать как БЦЖ-рефракторный, все-таки рак или нет. Но это я так в качестве... Очень хорошее размышление. Продолжайте, это здорово. В общем, мы бы выполнили биопсию этого образования для того, чтобы установить, ну, хотя бы они похожи или не похожи. В последующем уже отталкивались бы от этого. Здесь пациентке биопсия произведена не была. Было принято решение о проведении резекции нижней третьей мочеточника с пластикой. Хорошо. Если вы получаете, вы делаете уротероскопию, берете биопсию, получаете уротеролиальный рак, ну, то, что получили после операции. Да, да, да. Ну, по сути, это та же опухоль, да, получается. Да, получили так. Сделали уротероскопию, получили эту морфологию. Какая ваша тактика в этом случае? Я больше склоняюсь... Да, кстати, здесь еще такой момент, что указано ПТА, а в мочевом пузыре все-таки Т1 было. Если бы это был ПТ-1 хайгрейд по НСС, лучше рекомендовать максимально радикальное удаление нефротероктомии с резекцией мочевого пузыря. Вот. Если все идет в рамках ПТ-1 хайгрейд, как вот в мочевом пузыре. Если это ПТА хайгрейд, то... Ну, вас услышали. Анна Сергеевна, вы хотели что-то... У меня... Я хотела бы вас немножко заземлить, потому что я боюсь, что при уротероскопии вы получили бы биопсию, не смогли бы стадировать морфологическое образование. То есть вы бы знали только, что это уротериальная карцинома хайгрейд. И вам нужно было бы, исходя из этих данных, принять решение. Вот каким было бы оно тогда? Мы бы склоняюсь к радикальной нефротероктомии. А как бы звучал диагноз? Это бы метахронный рак был или прогрессирование рака мочевого пузыря? Я бы ставил метахронный рак. Анна Сергеевна, вы думаете? Да, расскажите, Анна Сергеевна, как вы руководствуетесь? Я бы поставила привычно множественный рак, конечно. Но для этого нужно видеть образование мочевого пузыря, его локализацию конкретно и какова дистанция между образованиями. Я могу рассказать, ну как бы поскольку у нас есть календарбочные тетради, в принципе здесь есть данные. В 2020 году, правильно я говорю? Да, да. В 2020 году был установлен диагноз. Была опухоль в области как раз левого устья, правильно? Нет, правого как раз. В правого устья? Да. В области правого устья была опухоль, которая была удалена и пролечена, соответственно, внутрипузырной иммунотерапией. Сначала индукционной, потом поддерживающей курс иммунотерапии. И через полтора года, да, после первой трансуртральной резекции, было выявлено вот это образование на границе нижней и средней трети левого мочеточника. Ну, соответственно, вот дальше вопрос, как какая тактика, какую тактику избрать и какой диагноз поставить. Я соглашусь с вами, что здесь можно поставить, ну, моё мнение, что можно поставить и метахронный рак, что это рак мочевого пузыря и рак мочеточника первичного множества. Но всё же, исходя из того, что известно, мы знаем, что при хайгрейд есть вероятность того, что в 7-8% случаев при раке мочевого пузыря поражаются верхние мочеводящие пути, я бы все-таки поставил, что это тот же рак, который мы лечили в 2020 году. Более того, поскольку это наш клинический пример, который мы публиковали, мы его начали публиковать в Уфе еще в прошлый раз, и тогда мы тоже обсуждали очень живо эту ситуацию, как правильно поступить в этом случае. Ситуация неоднозначная. Повторюсь, что я бы трактовал это как продолжение той опухоли, которая была выявлена изначально. И, безусловно, нефро-ротерактомия является стандартом в большей степени в данном ситуации. Но мы посчитали, возможно, выполнить резекцию нижней трети вместе с опухолей и пластикопубари. С одной стороны, с учетом того, что мы уже провели внутрипузырную иммунотерапию в отношении следствия мочевого пузыря, воздействовали на нее, и провели даже поддерживающие курсы в пузыре на момент выявления этого образования была абсолютно, ситуация была стабильная, не было выявлено опухолевых образований. Поэтому я бы, отвечая на ваш вопрос, я бы не расценивал это как БЦЖ-рефракторный рак, потому что БЦЖ не попадало, собственно говоря, скорее всего, не попадало в мочеточник, и никакого влияния на слизистую мочеточника не оказывало. А мочевой пузырь попадало, и, в общем-то, какой-то эффект был от лечения. Справедливым был бы вопрос, конечно, оценки верхних мочевыводящих путей, то есть что у нас в лоханке левой почки, потому что была ли выполнена уротероскопия, нет, до операции мы ее не выполняли. Мы сначала сделали БАРИ, а потом уже в процессе наблюдения обследовали, наполняли, и уротероскопию, и цитоскопию, и КТ, для того, чтобы оценить, нет ли прогрессирования. Но все-таки, на мой взгляд, это все-таки диагноз один, единый, это отсев из мочевого пузыря. Смотрите, мы в такую диалектическую плоскость попадаем, потому что, с одной стороны, ну, условно, все мочевыводящие пути глобально контактируют с одними и теми же факторами, которые растворены в моче. Единственное, что в мочевом пузыре экспозиция как-то дольше, и может концентрация повышаться. Если мы говорим о том, что это, так сказать, отсев первичной опухоли, то тогда нам нужен какой-то путь отсеивания. Предполагается, что он контактный, для этого нужна регургитация мочи в мочеточник. А так как мы, ну, то есть, это вопрос к вам. То есть, допускаете ли вы вероятность обратного заброса мочи из мочевого пузыря раз, и какова частота этого состояния. Поэтому, с одной стороны, вот это один механизм развития такого мультифокального поражения, а с другой стороны, это может быть действительно просто мультифокальное поражение. И тогда это тоже как бы единый процесс. По литературным данным, 10-15% при проведении БЦЖ-терапии пануротелиальных раков. То есть, запуск процесса на фоне лечения рака мочевого пузыря возникает рак верхних мочеводящих путей. И это как отсев получается, то есть, единый диагноз. То есть, это всё-таки как регургитация мочи. У меня в свою очередь к вам вопрос. А можем ли мы какими-то гистологическими, гистохимическими, гуляренными, биологическими методами, сравнивая опухоль первичную и мочеточника, сказать, что это одно и то же? Или это всё-таки разные опухоли? И именно таким образом поставить диагноз именно единый процесс или метахронный рак? Это вопрос закономерный. К сожалению, в ряде случаев ответ на него да, а в ряде случаев нет. Потому что если это опухоли, которые имеют морфологические различия в строении, различия в грейде, тогда мы, так сказать, с большей степенью уверенности оснований можем высказываться о том, что это опухоли разные. Но мы не можем исключить и мультифокального возникновения опухолей, схожей морфологии, схожего грейда. С точки зрения возможностей молекулярных методов, то здесь они ограничены в довольно большой степени, потому что мы знаем, что у популярных новообразований и у множественных, и у прогрессивных на ранних этапах возникает FGFR3 мутация. При этом вообще опухоли мочевого пузыря характеризуются большим количеством молекулярных нарушений, высокомутационной нагрузкой, поэтому очень тяжело найти какие-то критерии или набор критериев, которые позволил бы их сравнивать. То есть мы так и будем, собственно говоря, в ближайшем будущем не знать все-таки, когда мы имеем опухоли мочеточника и опухоли мочевого пузыря, что первично и является ли одно продолжением другого, или это метахронный рак все-таки. Пою, что так. Александр Михайлович, можно маленький вопрос, а эндоскопические варианты лечения опухоли нижней третьей мочеточника не рассматривались? Мы, честно говоря, не рассматривали. Я знаю, что такие методики существуют, безусловно, но мы все знаем об этом. Но нет, мы посчитали, что вот таким образом будет лучше. Но пока на данный момент пациент остается под наблюдением до сегодняшнего дня, пока без признаков рецидива прогрессирования заболеваний. Хотя я согласен, опять же, с вами, что стандартным вариантом была бы, наверное, нефроуротерактомия с резекцией устьемчевого пузыря. А можно, сын, вам вопрос? А при опухолях мочеточника вы никогда не делаете уротероскопию? Делаем. Если у нас есть сомнения, что это опухоль мочеточника, то, конечно, нужно делать уротероскопию, верифицировать, что это такое. Но это не часто, да? Ну, если есть явная клиническая картина, то не делаем. Но бывает, что где-то, не сложно сказать, в процентном соотношении. Ну, 30%, может быть, 40% тех, которые верифицированы. Можно комментарий? Если мы здесь договорились, что у пациента был рефлюкс мочи и имплантационный метастаз, значит, все-таки ВЦЖ-вакцина попадала в мочеточник? Это, опять же, такой же диалектический вопрос, как вот сейчас мы обсуждали. На самом деле, механизм развития этой опухоли мочеточника, я очень долго думал, может быть, мы пропустили в 2020 году, может быть, это первичный опухоль мочеточника со всеми в пузырь. Мы сначала лечили пузырь, а потом вернулись к этому. Но тоже как бы не очень складывается, поэтому не могу сказать. На самом деле, это был такой элемент шутки, понятно, это такие вопросы без ответов. Но такая тактика, мы все понимаем, что это не стандарт, а это элемент авантюры. Я бы не согласился с авантюрой, но не стандарт, это правда. Потому что у нас был такой опыт, мы тоже делали резекцию мочеточника, и мочеточник удаляли по границе здоровых тканей, отступя от мочеточника 2-3 сантиметра. И гистологи написали опухоль по границе резекции. Вследствие чего у меня возникает сейчас вопрос. А вы срочно гистологические исследования делали, когда резекцию мочеточника делали? Нет. Первый вопрос. И второй, интраоперационная уротероскопия верхних мочевых путей, это технически достаточно сложно. Ну, надо иметь. Я уже сказал, что мы не делали уротероскопии до операции, а время операции мы сделали, когда уже прооперировали, потом уже сделали уротероскопию. И, безусловно, как бы здесь риски есть, но еще раз говорю, ну, такой вот подход, который был осуществлен, это не стандарт, я с вами соглашусь. Но пока на данный момент благоприятно. Я предлагаю переходить к следующему случаю, просто у нас уже нет. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное.